здравствуйте в эфире место встречи на телеканале регион сегодня поговорим об особенностях весеннего призыва 2014 и гость студии военный комиссар оренбургской области депутат оренбургского городского совета андрей жаннович зеленко андрей жаннович здравствуйте здравствуйте вы уже год андрей жаннович да вот как военный комиссар оренбургской области да уже вот про же третий призыв у вас дать эти призыв то есть уже есть вот с чем сравнивать то есть с тем что было в прошлом году что сейчас но все-таки какие-то особенности же есть равно 1 апреля начинается призыв уже начался да начался призыв отправки конечно же войска будут это с конца апреля начало мая но наиболее интенсивно это будет июнь и июль вплоть до 15 июля мы будем ребят отправлять войска особенности этого призыва то что сейчас министр обороны подготовил распоряжение указание о том что все военнослужащие будут обеспечиваться персональными электронными картами того что это такое это зарплатный что нет не зарплатная у каждого военнослужащего этот эксперимент начинается он с призывником призывников перспективе у каждого офицера это будет у каждого гражданского служащего вооруженных сил на этой карте все его данные весь его порядок прожили службы военная учетность места специальное состояние здоровья семья то есть весь его период прохождения службы от начала до конца еще нового в призыве это мы работаем по новому постановлению практически ничего не изменилось там некоторые отклонения в частности про плоскостопие да вот кстати это вызвало даже какой-то такой небольшой ажиотаж то вот раньше я помню если у человека плоскостопие это было железное в общем то в общем то отмаз такой от армии железная причина что молодой человек не может эти вооруженные силы а сейчас вот ряд заболеваний они стали в общем то такими военно обязанными все равно вот какие вот уточнить нет сейчас хочу сказать как вы сказали от масс нет такого частности в Оренбургской области практически уже не встречается последнее время за время моей работы наоборот молодые люди хотят вылечить плоскостопие пытаются его исправить как-то вот теперь вот раньше со второй степенью можно были в годины были негодны к службе теперь они годны с незачетными ограничениями ничего по статье б они годы будут направляться вооруженные силы ну то есть они наверное не будут не не будут наверно мотострелками или десантниками да то есть не будут бегать по полям но где-то наверно будут на каких технических должностях я так понимаю да скорее нет я чувствую что они тоже будут тоже будут бегать да бегать может исправить у них да вот этот небольшой дефект который есть федическая подготовка она исправляет многие болезни вот я недавно был в наших частях во многих в частности в Товском в нашей прославленной бригаде 21 посмотрел как наши солдаты там служат ввели уже новую форму солдаты уже ходят в новой форме вот этой нефтой от юдашкина это форма она современных материалов она легкая теплая удобная новые шапки с ушами нормально хорошо и питание конечно же свою молодость вспоминаю отличается очень сильно как в какую сторону лучшую шведский ствол можно на выбор и в принципе можно есть сколько хочешь ну конечно до разумных пределов будем будут обеспечиваться призывники с этого призыва средствами гигиены шампунь там мыло интересный момент раньше как-то наверное не замечали такие вещи тонкости да вот а теперь как-то в обязательном порядке будут вручать гель там будет когда на бордо гигиенический раньше получаешь кусок мыла банного такого твердого хорошего пока едешь на все это мы можем умываться и бриться тут все-таки 21 век и отношения к солдатам призываешь там будет шампунь да будет гель как для душа там пена для бритья зубная паста нормально так хорошо вот вы сказали к службе отношения изменилось вот когда это пошутил по поводу слова отмаз но то есть патриотизм желание служить она вы чувствуете что стал более таким сильным аримурский молодец вот скажем так проблема уклонистов насколько он часто и ты выполняете ли вы плану призыв по призыву мы план выполняем но все равно если есть закон если молодчик обязан служить то мы его обязаны разыскивать и направлять на призывную комиссию и служить ряды вооруженных сил но если он уклоняется длительное время пытаемся разыскивать сейчас получилось получили указание о том что всех уклонистов опубликовать средствах массовой информации министр обороны поставил задачу сейчас будем соответствии массовой информации работать и эти списки будут опубликованы доска позора неприятно быть конечно в каком-то районе прочитать но у нас я так понимаю проблему насколько насколько проблему личную несколько человек около сотни человек ну скрываются или просто как-то не приходит не открывая дверь причины разные причины разные но в основном конечно причина в том что это безалаберность уезжают не снимается с учета там по прибытию месту службы или этом смысле жительства не встают на учет многие ребята скажем так уезжают на заработки на север есть такие и там уже их трудно найти трудно найти они у нас проходят прошло поначалу на воинский учет мы начинаем их раздействовать наступает ему 18 лет где он нету начинаем искать по месту жительства нету ищем находим это жить уголовное наказуемое деяние да и сейчас же есть такой еще принцип по моему законе да что если человек не отслужил в армии да то он не может занимать в будущем какие-то посты в государственной службе это очень важное изменение произошло в законе о положении государственной гражданской службе там есть ограничения связанные которые препятствуют поступлению на госслужбу на федеральную в том числе и на муниципальную службу есть много ограничений одно из ограничений это не прошедшие военную службу по призыву не имея на то законных оснований если человек допустим дошел до 27 лет имея на то законное основание ну отсрочки по болезни или по учебе то есть человек молодой закончил допущен институт поступил в аспирантуру в аспирантуре отучился получил ученую степень все он не занимается наукой он уже не придет призыву то есть он почитаться что он на законных основаниях не прошел военную службу а если мы его разыскали 20 до 27 лет а потом нам говорит вы же меня не повестили вот закон трактует что есть уже судебная практика потому что пытались некоторые люди стать федеральными судья в том числе это нам доводили на сборах буквально давным москве они эти суды проиграли потому что у каждого человека есть конституционное право и обязанность против военную службу ведь выгоды есть в том числе от воинской службы вот мы уже сказали возможность карьерного роста дальше и в том числе вот я тоже прочитал что при поступлении в вуза да то есть ребятам отслужившим в армии какие-то преференции на бюджетные места первоочередное право у них для поступления многие ребята но даже характерный признак сейчас вот недавно был я и ташлинском районе в лекском районе проверял как работать наши призывание комиссии говорят что особенно деревнях молодые люди которые вращаются вращаются не форме и по две недели ходят по деревне по своим форме не снимают гордятся и родителям приятно что ребенок вернулся отслужил то гордость для людей он сейчас мы возвращаемся к этому или за памятное советское время лет 10 назад они ребята приходили как бы в тихоря в гражданке там чтобы никто не видел сейчас не гордятся своей формы это хорошо что не престиж растет уже на силу это хорошо если норма счета престиж страны растет и вопрос конкретного практического свойства вот уже упомянули но куда поедут служить оренбургские призывники в крым поедут наверное сейчас многие тоже думают в крым наши призывники не поедут пока в этом году точно не поем наши призывники традиционно у нас есть шефские связи с флотом это в нашей подводной лодкой оренбург и до северный флот да и с большим садом кораблем орск вот туда ну традиционно где-то 10 человек вот мы короче это черноморский флот это севастополь севастополь ребята служат на корабле на большом леса там ходят в том числе и моря средиземные проходит этот басбас фор наших любимый турецкий ну то есть когда вы говорите что в крым не пошлют вы имеете наверно ввиду что вот именно вот в какие-то воинские части в крыму а потому что севастополем изначально даже на эти 23 года он все равно был российской базы собственно говоря его как бы крымом уже просто территориально это крым но так это конечно российская база да это проще предупредить и представить не можете какой отбор и конкурс чтобы попасть именно севастополь именно на вот этот большой универсальный корабль отбираем по всем параметрам отправляем самых лучших ну чтобы не было нам стыдно и чтобы самые лучшие топали ребята с удовольствием с большим и потом пишут письма говорят на корабле конечно служить трудно потому что там нет таких специалистов модных сейчас аутсерсинга никто там ни за кем ничего не убирает приходится и самим драйвить палубу драйвить все остальное но это работа военная она нормальная хорошая что сделать людям которые вот хотят все таки остаться на родине служить вернее какие есть вот показания для того чтобы молодой человек мог остаться служить в оренбурге или где-то рядом соседней области но очень просто есть закон федеральный о воинской обязанности военной службы там написано четко что имеют право проходить в регионе военной службы те кто имеет престарелого возраста родителей нуждающихся в постоянном уходе и если по закону нет других лиц обязанных осуществлять уход молодые люди женатые имеющие детей мы их оставляем в соответствии с решением призывной комиссии просто решает не военком это решает призывная комиссия района направить такого призывника для службы в частях региона у нас участие есть и на востоке на западе и в оренбурге есть поэтому если у кого-то есть такие параметры о том что надо остаться пожалуйста заявляйте об этом если кто-то забудет из членов призывной комиссии но я думаю что не забудут они вам напомнят и попросить о том что вы оставить меня служить на территории оренбургской области если многих-то не хотят оставаться на территории оренбургской области хочется мир посмотреть нет отправьте мне служить подальше хочу хоть на чукотку попасть в этом случае призывник должен быть предупрежден и письменно он должен написать что я предупрежден что я имею право остаться служить на территории оренбургской области но этим правом болезнь воспользоваться не желаю прошу меня направить в части расположены за северным полярным кругом ленте еще спасибо спасибо напомню что гостем студии студии был военный комиссар оренбургской области андрей жанч зеленко мы говорили об особенностях военного призыва этого года весеннего призыва спасибо всем вам доброго до свидания спасибо всего доброго счастливого призыва а